МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе утро! Мы Влад Портнов и Светлана Звонарева. Рады приветствовать вас этим утром. Сегодня для вас много интересных тем, и вот лишь некоторые из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе слово. Как делать комплименты правильно? На здоровье. Остеопороз можно и нужно лечить. Веселая гусеница. Новые упражнения из ушу для здоровья тела и бодрости духа. Делать комплименты – это целое искусство. Ну а те, кто преуспел на этом поприще, обычно успешны в карьере и, конечно же, личной жизни. Ну еще бы. Психологи утверждают, что умение делать искренние комплименты – прекрасное оружие стать популярным в коллективе и завоевать симпатии руководства. Однако похвала должна быть именно от души, от сердца, иначе вас могут заподозрить влезть или, того хуже, во флирте. Комплимент – французское слово, означающее особую форму похвалы, выражение, одобрение, уважение. Делать комплименты правильно – целое искусство. Ведь не все люди умеют красиво говорить, а некоторые не умеют принимать слова восхищения. Мы должны как давать комплимент, так и получать комплимент. Вот смотрите, предположим, сделаем комплимент. Предположим, что сейчас я Машеньке буду делать комплиментом. О, ты сделала такую классную прическу. Не подскажешь телефон мастера? Что мы сделали? Мы дали комплимент, и мы не дали ей, мне вернуть мой же комплимент. Я сделала вопросик в конце. Этим и человек, как бы, он это принял, да? И мне обратно не отдал. И мне хорошо, и ей хорошо. У комплимента даже есть свой праздник. Правда, пока с точной датой его еще не определились. 1, 12 или 21 марта. А в принципе, зачем ждать особого повода, если можно сказать хорошие слова в любое время? Кстати, психологи уверяют, хвалить нужно при всех, а вот критиковать только один на один. Еще один совет. Чем короче ваш комплимент, тем лучше. Также важно уметь отличать искреннее признание от грубой лести. Если вы поняли, что вам мстя, тогда дайте это понять человеку. Возьмите на вооружение пару таких фраз. Очень классная фраза. Есть, как здорово общаться с человеком, который говорит тебе правду. Мы сказали ему стоп. Этому человеку. И вообще побольше фраз, которые не переходят границы, но говорят стоп. Когда вы делаете комплимент, старайтесь смотреть человеку в глаза. Таким образом вы сможете подтвердить свою искренность. И почаще вспоминайте слова Булата Акуджавы. Давайте говорить друг другу комплименты. Ведь это все любви, счастливые моменты. Ну что ж, а мы усложним ситуацию. Представим, что комплименты на работе уж больно смахивают на флирты. Даже домогательство, если их делает начальник. Как реагировать, как вести себя в этих случаях. И есть ли психологические советы, как противостоять домогательствам на работе. Поговорим об этом с психологом Снежаной Шмелевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Снежана Александровна, ну смотрите, у нас есть за сексуальное домогательство на работе предусмотрена уголовная статья, если мы не ошибаемся. Но тем не менее, женщины обычно не говорят об этом. Умалчивают. Почему? Ну, если говорить о законодательстве, то она в рассмотрении, так как она еще и не принята. Вот. Теперь следующий вопрос. Почему женщины об этом не говорят? Здесь могут быть совершенно разные причины молчания. Первая причина – это может быть страх. Страх потери работы. Да, однозначно, страх потери работы. Кроме того, это может быть страз боссинга, так называемого, то есть прессинга со стороны руководства. Это может быть также, вы знаете, будем говорить такое, как смирение, желание угодить боссу, уж раз он так говорит, значит, так оно и есть. Или это такие установки, что а как по-другому, а как по-другому достичь определенного карьерного роста. И такая установка, что это нормально, это так бывает. Но с этим как-то нужно бороться? Потому что вот то, что вы сейчас называете, это больше похоже на какое-то крепостное право. Потому что вот так положено. Я бы так поставила вопрос. Чтобы с этим бороться, наверное, нужно все-таки уметь отличить, где действительно комплимент, скажем так. Человек может сказать, да, как ты прекрасно выглядишь, или там что-то подобное, да, женщине. Это нормально, мне кажется. А где вот действительно уже домогательство? Вот где грань? Вы совершенно верно ставите вопрос, чтобы различать харассмент и флирт, нужно понимать, что такое харассмент, что такое флирт. Вот, объясните, пожалуйста. Флирт, будем так говорить, он даже полезен. И флирт заключается в следующем, что в этом участвуют обе стороны. И это не является каким-то таким психологическим насилием, как харассмент. Вот мне неприятно, я не хочу об этом разговаривать. Мне неприятны ваши там сальные какие-то шутки, да, или прикосновения, в чем суть харассмента. Флирт это заключается как раз вот в комплиментах, которые действительно направлены или на внешность, или на профессиональные какие-то качества. И флирт можно прекратить или одной стороной, и вторая сторона тут же прекращает флирт. Да, тут же прекращает. То есть здесь нет какого-то психологического насилия, как при харассменте. Потому что при харассменте, это действительно идет психологическое насилие. Когда человек совершенно против, он показывает, что он против всего этого. А другая сторона продолжает. Продолжает так поступать. Ну хорошо, представим, что ситуация с психологическим насилием уже, к сожалению, происходит, да, в каком-то кейсе отдельно взятом, есть часто распространенное мнение, что женщина сама виновата, женщина провоцирует. Так ли это? Насколько это вообще утверждение имеет место быть? Вы знаете, есть такая, я не знаю, как поговорка или пословица в ссоре виноваты оба, как говорят, да, у нас. И есть такое направление психологии, как виктимология. Это где изучают и психологию жертвы, и психологию преступника. И, конечно, мы можем говорить и о каких-то провокационностях, моментах со стороны женщины. Вот представьте, приходит женщина, ну, в некоторых организациях есть дресс-код, в некоторых нет, и каждый по желанию одевается, как считает нужным. И вот представьте, приходит довольно-таки молодая, симпатичная женщина в короткой юбке, в прозрачной блузке, плюс к этому яркий макияж, еще и бижутерия, да. Рептильный мозг никто не отменял, и любой мужчина, конечно, на это реагирует. Но если говорить о харассмате, то это может быть как со стороны женщины, так и мужчины. Это тоже надо иметь в виду. Если мужчина пришел в прозрачный блузский, женщина-начальник. Если он показывает всю свою мускулатуру, да, как он молод, как он красив, да, и женщина может на это среагировать, да, действительно. И поэтому провокационные какие-то моменты есть, конечно, и со стороны женщин. Кроме того, естественно, мужчина, глядя на это, это может быть и коллега, это может быть... Ну, страшнее, конечно, если это босс, да, начинает говорить какие-то комплименты именно в плане, как вы хорошо выглядите, как вы женственно выглядите, да. Женщина начинает чувствовать себя такой женщиной-соблазнительницей и начинает в соответствии с этим себя так вести. Подыгрывать. Конечно, да. Ну, и тогда уже недалеко действительно до домогательств, если вам всеми знаками дают понять, что вы готовы не только к работе. Я сейчас попробую встать на позицию женщины и понять, вот какой момент. Представим, что мы устраиваемся на работу, одеваемся, ну, не то, чтобы уж прям очень откровенно, но красиво, элегантно и женственно, да. И у нас вначале в мыслях только просто произвести хорошее впечатление. Но затем это все перерастает, ну, тоже более в активные комплименты, активный флирт. Как женщине понять, как себя вести, вот... Да, чтобы за черту не перейти, скажем так. Да, да, да. Как не допустить переход за эту черту между флиртом и харассментом. Угу. Ну, вообще, в первую очередь, конечно, нужно обращать внимание, границы какие-то для себя определить, где уже переходит это действительно в насилие, когда вы открыто даете понять, что вам это неприятно, и вам это не нравится. Вам это не нравится. Например, вам... Вот если мы говорим о прикосновениях, да, например, какие допускаются прикосновения, нужно знать. Пожатие... Руки. Руки. И все. И дружеское, может быть, похлопывание по плечу, но остальное все уже будет обнимание, поцелуйчики, там, шлепки какие-то еще и так далее. Если вы это допускаете, то... То будьте готовы, да. Да, будьте готовы к тому, что это будет продолжение. Если вы не умеете сказать... Тоже, будьте готовы, у нас будет продолжение. К продолжению, да. У нас сейчас небольшая реклама, после этого мы продолжим эту очень острую, но и вместе с этим интересную и полезную тему. Оставайтесь на ТНВ. Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях психолог Снежана Шмелева, и говорим мы об отношениях мужчины и женщины, комплименты и, к сожалению, домогательства. Ну, на рабочем месте, скажем так. Ну что ж, мы выяснили, что... Чем вызваны обычно домогательства, как провоцируют, кто там с женской стороны, с мужской стороны. Но если это вдруг случилось, если какие-то методы наше поведение не понимает человек, да, с обратной стороны, то, что нам не нравится, нам не хочется, спасибо, не стоит. Как дальше быть? Стоит ли жаловаться, стоит ли придавать огласки, рассказывать, я не знаю, коллегам, мужу, за чьей-то помощью обращаться? Конечно, легче предупредить, чем потом с этим уже как-то бороться, когда это зашло глубоко. Конечно, об этом нужно говорить. Теперь вопрос, кому говорить, с кем говорить и о чем говорить. Естественно, в первую очередь, лучше, конечно, не выносить, как говорят, ссоры из СБ, и как бы выяснить своим боссам эти отношения, что вы говорите о том, что вам это неприемлемо, и вы пришли сюда работать, и, кроме того, показываете договор определенный, вот в договоре прописано, вот мои должностные обязанности, если вдруг, случайно, читая договор, вы видите, но это тоже во время подписывания, конечно. То есть мелким шрифтом это может где-то прописано, да? Да, 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 удовлетворять потребности, все потребности руководства. Это тоже заранее надо договор читать и сразу на месте это проговорить. Да, вы говорите, что вот есть должностные обязанности, да, вот, и если это будет так продолжаться, все-таки нам или придется расстаться, да, что можно делать в таких случаях? Наверняка выше вашего босса еще есть какое-то руководство, можно к нему обратиться и сказать об этом, да? Если мы говорим обращаться к мужу, я не знаю, насколько это корректно, что тоже бытовой муж, выяснял эти отношения, это будет совершенно некорректно и непонятно еще, чем это закончится. Конечно, лучше эти отношения выяснять сразу. Потом действительно все-таки пересмотреть и свое поведение, пересмотреть и то, что между вами происходит, и посмотреть, где была нарушена грань, и как бы вернуться вот на исходную вот эту позицию. На исходную позицию. Если вы считаете, что практически сделать ничего невозможно... Да, вот как крайний вариант последний. силен там в своих и связях и так далее, будем уж об этом говорить, то тогда, естественно, увольняться. Кто тогда увольняться? Потому что психологический прессинг, он очень... Дороже денег. Да, дороже денег, потому что там жесткие отказы могут быть, и вот, как мы уже говорили с вами, и боссингом таким, когда вас будут постоянно притеснять, и там уже о карьерном росте какого-то уже смысла нет говорить. Спасибо большое. Запомнили самое главное, что, во-первых, следим за собой, за своим поведением, но если что-то вдруг, то безвыходной ситуации не бывает, правда? Ну да, бывает такое, что вам попадется какой-нибудь такой психопат, который считает, что ему все дозволено в этой жизни, или нарцисс, которому невозможно отказать. Вот здесь тоже нужно иметь в виду и обращать внимание. Лучше уволиться и найти другую работу. Пусть с меньшей зарплатой. Однозначно. Здоровье дороже. Душа и здоровье будут в порядке. Спасибо большое за советы. Мы продолжаем. У нас сейчас настало время... Чего? Нашего любимого гороскопа. Вот что говорят нам звезды сегодня. Да, Овнов сегодня ждет взрыв активности или острый приступ свободолюбия. Если ваша основная цель – независимость, не доводите ситуацию до абсурда, иначе потеряете многие своих достижений и придется все начинать с нуля. Тельцы, будьте готовы к тому, что ситуация частично выходит из-под вашего контроля. Возможно, вам предстоит активно включиться в новое дело не по своей воле. Если внутри у вас все кипит от возмущения, найдите выход эмоциональной энергии. Ну, кстати, сегодня мы в нашей программе предложим некоторые выплески... Советы, да. Советы, да, как выплеснуть энергию. Близнецы, на повестке дня могут оказаться вопросы, связанные с рутинной работой. Если вы внутренне увлечены своим занятием, то можете даже не заметить, как пролетело время. Если повседневные дела вам в тягости, вы будете способны вплоть до вечера плавать в мечтах и работать спустя рукава. Ну, понедельник. Да, да. Есть время собраться на будущую неделю. Итак, раки, куда бы вы сегодня ни отправились, вам обеспечены приятные впечатления. Не исключено также, что перед вами откроются новые перспективы. Это отличное время для начала действий, связанных с рекламой ваших достижений или потенциальных возможностей. Успехов вам! Львы, на сегодня, заканчивая старые дела, не отказывайте себе в удовольствии заняться новыми, в том числе спонтанными. Отличное настроение, деловой энтузиазм, растущий оптимизм обеспечат великолепный старт любому проекту, который вы задумали. Девы, необычная задача вызовет у вас прилив энтузиазма. Если это ваша непосредственная работа, вы будете способны заниматься ею вплоть до позднего вечера и даже прихватить час ночи. В этот день коллеги могут задать вам, загадать вам загадку, а начальство дать оригинальное поручение. Ну вот будем надеяться, что это оригинальное поручение не связано с нашей предыдущей темой. Продолжение гороскопа позже, в конце программы. Обязательно его дождитесь. Поговорим о здоровье. Медики бьют тревогу. Остеопороз, о котором наука не знала до 19 века, вообще ничего, вышел на четвертое место в ряду самых страшных заболеваний, уступая в своем коварстве лишь диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии. В чем причины прогрессивного роста недуга и кому он грозит больше других? Разберемся вместе с врачами. Причиной заболевания Даниэга Риповой, скорее всего, стали возрастные гормональные изменения. Из-за этого недуга женщина оказалась на месяц прикована к постели. А ведь она всего лишь неловко поставила ногу, когда спускалась по лестнице. В итоге врач поставил диагноз – перелом шейки бедра на фоне остеопороза. У поджилых людей, вообще, скажем, наиболее часто при остеопорозе ломаются шейка бедра, то есть изобережность встав страдает, кости запястья при падении. Ну и, естественно, при, особенно при переломах шейки бедра, иногда срастить перелом просто не удается у лиц пожилого возраста после 60-70 лет. Самое неприятное – болезнь – это необратимо, говорят врачи. Но чем раньше мы заметим ее признаки, тем раньше можно начать профилактику. Что происходит? Обедненная кальцием кость становится хрупкой. Хрупкой, и в результате получается как бы микроперелом, особенно позвоночника. И вот появляется боль в спине, оседание позвонков. Ну, вы, наверное, слышали, что бывает, что люди как бы с возрастом, рост их уменьшается. В основном, это как раз уменьшение роста происходит из-за остеопороза. Как же распознать симптомы этой болезни на самой ранней стадии? Уменьшение роста больше, чем на полтора сантиметра, нарушение осанки, искривление позвоночника, боли в костях, особенно в грудном, в поясничном отделе. Сахарный диабет развивается у человека, и тоже нужно уже заботиться и о минеральном обмене организма. Парадонтоз, ранняя седина. А еще хрупкость ногтей и учащенный пульс. Эти симптомы означают, пора идти на диагностику. Что же делать, чтобы не было остеопороза? Меньше двигаться, чтобы, не дай бог, не травмироваться? Оказывается, наоборот. Наш организм устроен так, что на разогретых костях хорошо усваивается кальций, и все питательные вещества, необходимые организму, также усваиваются из продуктов питания, приведения правильного образа жизни. Не все так страшно. Если у вас нет генетической предрасположенности, с грозной болезнью можно справиться, замедлить или предупредить. Ешьте продукты, богатые микроэлементами. А постоянное движение и даже отказ от благ цивилизации, хотя бы лифта и иногда транспорта, помогут быть энергичными в молодости и старость встретить с радостью. Ну что ж, от вопросов здоровья перейдем к бытовым советам. Зачастую у людей уборка занимает целый день, поэтому у них и нет желания убираться. Однако не обязательно выделять целый день на это, если вы сможете организовать процесс. Чистота должна поддерживаться на постоянной основе, но, как говорится, чисто не там, где выбирают, а где не ссорят. Ну и вот некоторые советы, способные вам помочь сократить время, которое вы тратите на уборку, как минимум вдвое. Для того, чтобы поддерживать в доме чистоту и порядок, приходится регулярно проводить уборку. В нашем видео мы поделимся с вами маленькими хитростями, которые помогут облегчить это малоприятное занятие. При влажной уборке пыли и мытье полов добавьте в воду немного кондиционера для белья. Таким образом, пыли будет скапливаться намного меньше. С пригоревшей грязью и жиром на плите вам поможет справиться нашатырный спирт. Положите решетку в пакет и налейте в него 2-3 столовые ложки нашатырного спирта. Спустя несколько часов промойте решетку. Для того, чтобы в процессе уборки на окнах и зеркалах не остались некрасивые разводы, хорошенько протрите поверхность газетой. Стекла вновь будут блестеть чистотой. Для удаления грязи и разводов на кранах совершенно необязательно покупать дорогостоящие химические средства. Долька лимона справится с этой задачей прекрасно. А еще это экологично и безопасно. Микроволновку нужно мыть регулярно, чтобы в ней не накапливались неприятные запахи и делать это проще, чем кажется. Добавьте в емкость с водой немного уксуса и поставьте разогреваться на 8 минут для того, чтобы вода испарилась. Затем протрите микроволновку изнутри. Все загрязнения очистятся с легкостью. Чтобы наполнить дом приятным ароматом, а не запахом чистящих средств, несколько капель ванильной эссенции поставьте на 10 минут в разогретую духовку. Все неприятные запахи исчезнут, а дом наполнится теплом и уютом. Пользуйтесь нашими советами. Интересно, когда я очки протираю, это тоже считается уборкой дома? Потому что потом же кажется, что как-то мир красивее стал, чище, чище, да. Ну вот как раз сейчас у нас новость для людей с проблемами зрения. У тебя тачки для красоты, я знаю. Неправда, неправда. Специалисты Гарвардской инженерной школы разработали адаптивные металинзы, которые автоматически фокусируются и корректируют дефекты зрения. Сложный механизм. Не вдаваясь в технические подробности, скажем, что авторы изобретения зарегистрировали на него права и теперь ищут способ его коммерческого использования. Остается ждать, когда такие линзы появятся в продаже. Пока же для многих остаются актуальными очки. Как мы видим, да. Ну а вот что думают дети об очках и о том, для чего они нужны. Очки! Мы расскажем про очки! Очки нужны человеку, у которого заболели глаза. Если у человека заболели глаза, то он идет в магазин и покупает себе за 500 рублей очки. А если у волка заболели глаза, то ему объясняет все нюх, который живет в носу. Он не щекотный, а бесчувственный. Очки – это два кружочка. У кого плохое зрение, тот их носит. Они не похожи на лук, потому что у них две палочки. Они живут ночью в колобочке. А днем снова залезают на глаза. Очки нужны, чтобы хорошо видеть стареньким и чтобы не возник солнечный удар в глазе. Их можно снимать, одевать, снимать, одевать, потому что они без застезков. Очки – это такой глаз, который две стучки. И снежно надеваешь, и встает все видно вокруг. А еще две палочки, которые держат за уши, потому что если ты не будешь держат за уши, то они упадут и разобьются на маленькие кусочки. Очки нужны дяденькам и тетенькам, которые плохо видят. Еще они нужны ученым, чтобы видеть разные опыты и эксперименты. Еще они нужны на заводе, чтобы в глаз не попало охрипок. А если охрипка попадет в глаз, то все умрут. Очки спасают нам жизнь. Вот что можно сделать, какой вывод. Ну что ж, а мы продолжаем. Мюзикл «Боевик», мелодрама, именно такие жанры замешал в своем двухсерийном фильме Юлий Гусман, вышедший в 1981 году. Тогда картина «Не бойся, я с тобой» полюбилась телезрителям и остается любимой многими. Первую серию телефильма смотрите сегодня. Ну а вот что еще мы приготовили для вашего просмотра. Даниил Страхов, Мария Миронова, Виктор Сухоруков в истории о любви и времени, которое сделало их заложниками. Пора катапультироваться, тебе тоже советую. Я подумаю. Подумай, Валера, как следует подумай. Не послушал дяди Базилия, а так мы шнуркнули к кафедру, я тебе делался в науке. Они хотели любить и быть счастливыми. Едем ко мне. Нет, лучше ко мне. Мамулек? А мамулек вдруг он загорский. Будет не скоро. Но за все пришлось заплатить слишком дорогую цену. А пофигей, премьера на ТНВ сегодня в 9.00. Ну как же вас так угораздило-то сойтись с Трошиным? Неужели вы не понимали, что вы оба рискуете? Понимали? Во втором сезоне Трошин продолжит наводить порядок в беспокойной Мариной роще. Вот только врагов у него явно прибавится. А расплатиться за все придется самым дорогим – любовью. Смотрите сегодня в 12.00. Один из лучших фильмов советского кинематографа от режиссера Юлия Гусмана. Непредсказуемый сюжет, невероятная любовная история, колоритные восточные пейзажи. Действие фильма разворачивается в Азербайджане в 1919 году. Именно здесь произойдет встреча давних друзей, изменившая их жизнь и судьбу их близких. Не бойся, я с тобой. Смотрите сегодня в 21.00. Ой, ну что, а теперь о погоде. Весна не спешит в наши края. Прогнозы синоптиков о поздней весне сбываются, увы. Ее не стоит ждать раньше 20-х чисел марта. Ну а что ждать сегодня? Как всегда знает наш коллега Даниил Кинжаев. Даниил, привет! Рассказывай и про погоду, еще что-нибудь интересненькое. Привет, привет, ребят! Всем здравствуйте, доброе утро! Сегодня 12 марта, и это прекрасный день. Ведь в старину, в этот день, люди говорили, что зима оставляет свои владения и уходит, чтобы уступить место весне. Ура! Именно поэтому я сегодня с самого раннего утра выбрался на мост Миллениум, чтобы посмотреть, в каком же состоянии находится наша речка Казанка. Появились ли первые проталины. Но, как видите, к сожалению, нет. В этот день еще существовал в старину огромнейший минус. Снега, начиная летать, и было очень тяжело пробираться через санны и пик-путь, ведь все дороги были в каше вместе с водой и грязью. Именно поэтому в этот день не рекомендовалось планировать каких-нибудь дальних поездок. А крестьяне в этот день не занимались трудной работой, и они ходили в баню и просто коротали время. А погода в Казани сегодня будет прекраснейшая. Температура воздуха днем сегодня составит минус 12 градусов. К сожалению, вечером будет минус 18. Но, как синоптики обещают, это последний день с такими борозами. Завтрашнего дня потепления. Но об этом расскажу завтра. У меня на этом все. Всем отличного настроения. Грейте себя, ребят. И близки. Пога-пога. Пока. Спасибо за приятные новости. Ну что, уверена? Весна идет, весне дорогу. Да, ждем, ждем, ждем. Сейчас небольшая реклама, и мы продолжим. Оставайтесь на нашем канале. И снова здравствуйте. Объявлены кандидаты на престижную премию имени Габдулы Тукая. И среди этих кандидатов в этом году народный художник республики, заслуженный деятель искусств Татарстана Михаил Кузнецов за серию работ «Белые холсты. Народы по Волжье». Ну и, собственно, у нас сегодня в гостях сам Михаил Иванович. Здравствуйте. Представитель Союза художников Татарстана Ильнур Сиразиев и... Нет, нет. И член Союза дизайнеров России Росых Салахов. Доброе утро. Здравствуйте всем. Доброе утро. Ну что ж, Михаил Иванович, давайте начнем, конечно же, с вас, как, ну, с главного героя. Вот действительно говорят, те, кто видел ваши работы, говорят, что в них действительно много белого цвета. Правда? Это так. Ну и не только вот этой серии работ. «Белые холсты. Это моя родина». Так, как это? Поподробнее с этого места. Поподробнее, да. Поподробнее. Я родился в русско-татарской деревне. Мытые полы, косарем, дорожки, самотканная, белые, накрахмальные занавески. Скатерти занавески. Скатерти, на кроватях вот эта вот вышивка. Да. Не вышивка, а кружева. Да, кружева на крахмальные. Потом на подушках вышивка, мулины. Вот эти белые всевозможные. И вот эта вот белая... У вас еще оттуда с детства. Дорожая с детства, детство провел я в этой деревне, русско-татарской. Вы представляете татарскую деревню, когда заходишь в избу или в русскую? Вот эта белизна, вот как раз я отталкиваюсь от этого. Вот. Потому что белый цвет, он символизирует чистоту. Правильно? Ну, поэтому я в работах оставляю много белого. Стараюсь оставлять. Вот. Ну и второе. У меня народы по Волжье. Тема. Это тоже родина. Казань. И Татарстан у нас многонациональная республика. И город. Ну, здесь уже, отца вам, пожалуйста, слой вот этих исторических, пластов, так сказать. То есть, этническая тема у вас прослеживается больше. Да, в основном этническая, потому что я говорю про детство, вот это аукается все, вот это возвращается в возрасте. Это не сразу пришло, а чуть постарше, поразумнее стало. Ностальгия уже. И ностальгия пошла. Чем старше, тем больше идет детство в твой организм. Вспоминается, да. Правильно? Вот. Вот на основе этого я как раз и делаю. Ну, и возьмите марийскую, татарские узоры. То есть, я иду от того истока, декоративно-прикладного, народного искусства. И стараюсь как можно меньше, проще сделать в работе. А вот давайте у вас посмотрим. У нас есть ваша работа. А как-то жанр определить можно? Ну, как? Я не могу. Может быть, вот мои коллеги скажут. Да, пожалуйста. Потому что мне как-то самому трудно говорить. Да, Виктор Петрович, да. Вы знаете, творчество Михаила Кузнецова широко известно в России. Кроме нашей республики. Он участник всех всесоюзных, всероссийских, раньше международных выставок. Многие произведения в музеях находятся в нашей стране. Участник многих симпозиумов, творческих дач и так далее. Поэтому сегодня хотелось бы обратить особое внимание наших зрителей именно на эту серию «Белые холсты». Даже название как-то оригинальное, да? Да, да, конечно. Вроде произведение, сосчитающее живопись и графику. То есть это же и живопись и графика. Такой сплав живопись и графики. И вдруг «Белые холсты». Вот очень интересно, что художника Кузнецова, как немногих, отличает творчество. Именно он художник. В нашем понятии художник – человек, растет букет цветов на земле, он сел и нарисовал. Это художник. Или увидел домик, нарисовал художник. Нет. Художник – это человек, который создает мир. Если мы посмотрим, он на основе знакомства, жизни в нашей среде, он создает свой мир. И вот когда мы сегодня говорим о «Белых холстах», это очень хорошо. И оригинально подчеркивает его творчество. Творчество художника-философа. Художник, который осознает, где он живет. У него, кроме тех народов, которые он назвал, это иудмуртия. Творчество народов, марийцы, кроме нашей республики. И вот оригинальность его, этой серии, в том, что она сближает народы. Это интернациональная серия. Как ни странно, мы видим белые холсты, а дальше что пошло? Вышивка, национальный орнамент. И все это в нашем регионе по Ложьи. И, по сути дела, это интернациональная серия. Ну, я согласен, да, потому что Михаил Иванович в самом начале сказал, что черпал свое вдохновение из детства. А детство и родина наша, у всех, наверное, у всех народов по Ложьи, она именно такая. Изба, белый снег, вышивка, какие-то приятные воспоминания из прошлого. Вообще, вот очень, прям вот по-домашнему действительно так тепло, вот этот белый цвет. Ну, вот это вот мое, понимаете? Да. Это чувствуется. И вот в творчестве, что еще оригинально, вы обратите внимание, если мы говорим белые холсты, мы сразу сначала не понимаем, потом вдруг понимаем, да, народное творчество. Оно ведь условно народное творчество, декоративно и философское. Это если мы углубимся, что вышивали, скажем, да, какие аппликации, там много философии. Там не просто, скажем, узорчик какой-то. Там каждая деталь, он что-то, да, олицетворяет. Да, это народное. Это же символ. Нельзя с головного убора взять орнамент и поставить на тапочки. Обратите внимание. Ичаги – это ичагами, этот орнамент нигде не присутствует. Поэтому это глубокое знание народного творчества. И язык художник избрал. Нефилософски усложненно. Знаете, бывает, ну, я не хочу пафосно говорить, ну, сложный язык Рембрандта, к примеру. Здесь язык доходчивый. Он такой же простой, как и народное творчество. Но вместе с этим мы и образные, да? Вот именно. А как у нас зритель воспринимает? Зрители воспринимают искусство, понимаете, в силу понимания вот этой самой темы, что такое народное, что такое национальное, что такое эмоциональное. Вот в этом аспекте, мне кажется, никаких особых сложностей восприятия этого искусства не бывает. Понимаете, вот Виктор Петрович говорил, видите, уже увидел цветок, нарисовал, это тоже художник. Понимающий зритель, он и есть понимающий зритель. Вот если не знает человек и не хочет знать вот эту тему, вообще вникать в эту тему, естественно, понимать, скорее всего, не будет. Потому что это его не интересует. Его интересовать может фактическое присутствие искусства. То есть увидел, нарисовал, вот мой восторг. Это одно, вот когда вот идет такое тонкое знание чувства национального в искусстве, абсолютно вот другой национальности знания и вот это эмоциональное понимание даже вот сути вот этого искусства. Это тоже совсем другой критерий в искусстве. Это очень такое вот ценное в качестве художника Михаила Ивановича, я так сказал бы. Именно понимание национальное. Что такое национальное? Вот как Роберт Минулин, наш народный поэт, сказал на открытии выставки Михаила Ивановича. Вот Михаил Кузнецов, он более татарский, чем некоторые наши татарские художники. Понимаете, это вот тонкое понимание сути поставленной задачи. А это, мне кажется, уже не национальное, а это скорее вот именно вот такое вот артистическое, да? То есть нужно понять и прочувствовать и отразить это в своей работе. Абсолютно правильно. Без этого искусства не бывает, искусства есть искусство. Вот наш уважаемый заслуженный деятель искусств нашей республики Саляхов, он певец национального края, певец народов и Татарстана. И великолепно знает творчество, поэтому мы полностью доверяемся. Его оценки, характеристики творчества Михаила Ивановича. Михаил Иванович, ну давайте в конце, буквально несколько секунд у нас остается, давайте расскажем, где можно посмотреть, где можно насладиться вашим творчеством. Сейчас выставка открыта в институте ИИАЛИ языка литературы и искусства в Академии наук. Это улица Карла Маркса, 12. Вот я приглашаю всех, кто желает посмотреть. Вот она будет до 16 апреля продолжаться, так что можно сходить, посмотреть. Все, спасибо большое, спасибо большое, очень интересно. Желаем вам творческих успехов, ну и творческих побед, побед, конечно же. Спасибо вам, хорошего дня. А что еще интересного сегодня происходит в Казани? Сейчас мы узнаем, нам это расскажет Камила Хакимольна. Доброе утро, сегодня 12 марта и с вами Камила Хакимулина. Весна уже набирает обороты, хочется гулять и веселиться. Вот вам парочка идей на вечер. Внимание к сюжетам. Не стой на розовом холме, Не дай, чтобы заря твоим чертам грубила. Зачем ты снизошел ко врагам и ко мне? Я узнаю тебя. Ты родом из Урбина. Чулпан Хаматова пунктиром. Актриса впервые приедет в Казань с программой, с которой она выступает очень редко. Вечер пройдет в формате монолога, посвящение трем любимым поэтессам Хаматовой. Цветаевой, Ахматовой и Ахмадулиной. Под аккомпанемент пианистки Полины Кондратковой. Каждое появление на сцене этой хрупкой женщины с невероятным обаянием дарит зрителям настоящее удовольствие. Фестиваль Центральной Лиги КВН по Волжье. Каждую весну в наш город съезжается множество команд со всей страны и ближнего зарубежья. Не исключением станет и этот год. А это значит, что вечером нас снова ждет отборный юмор от веселой и находчивой молодежи. Очень надеюсь, что вы не пропустите эти события. Но это еще не все. Советую пустить вам замечательный концерт, который состоится сегодня вечером в Казани. Смотрим! Для вас поет Ильнас Гарипов. В его репертуаре как лиричные, так и зажигательные песни о любви, молодости, дружбе, родном крае. Артист сам пишет музыку и аранжировку к своим песням. Не пропустите! Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До завтра! Пока! Спасибо, Камила! Мы продолжаем нашу программу. Вернее так, она близится к завершению. И впереди лишь уроки УШУ, к которым пристрастилась наш коллега Ассуль Мухамедзианова, и очередной кулинарный рецепт, ну и, конечно же, продолжение астропрогноза. Начнем эту часть с разминки. Кстати, она будет полезна и детям. Внимание! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Алмаз, какое упражнение разучим мы сегодня? Знаешь, Ассуль, хочется тепла и лета, поэтому упражнение у нас будет сегодня гусеница. И что же будет делать наша гусеница? Она будет учиться правильно падать. Актуально сейчас весна и скользко. Да, давайте. Начинаем. Встаем на коленки. А пусть нам покажут Радмилы с Аминой, как правильно упражнение. Конечно. Девочки, встаем на коленочки. Ручки на груди. Упали на пол, ставим ладошки. Так мы учимся правильно падать. И упали. Раз. Отлично. Два. Вставим в упор лежа. Так, похоже на планку. Да. Укрепляются руки, пресс, спина. Три. С прыжка подтягиваем колени и груди. Хоп. Здесь у нас работает кардио, а также пресс. И обратная гусеница. Ножки назад выбрасываем и ложимся на пол. Четыре. Пять. Принимаем исходное положение на колени. Ручки также на грудь. Сколько нужно повторять это упражнение? Повторяем восемь-десять раз. Занимайтесь сами, занимайтесь вместе с детьми. Всего доброго! Будьте здоровы! Размялись. Мы продолжаем нашу программу. Сейчас продолжение гороскопа. Вторая половина. Внимание. Итак, сюрприз, который весы надумали преподнести своему любимому человеку, вознесет его от счастья до небес. Если нерешительным весам выпадает возможность попробовать что-то новое, решайтесь и пробуйте. Какой сюрприз? Особенно сюрприз. Решайтесь и пробуйте. Все праздники закончились, все хватит. Сегодня только хорошая музыка сможет вдохновить скорпионов. Избегайте споров с окружающими, ведь не исключены конфликты. Не стоит реветь над ситуацией. Посмотрите на нее креативно, включите фантазию, и решение придет в голову само. Стрельцы, если вы окажетесь в таком месте, где принято загадывать желание, например, бросая монетку в фонтан, обязательно сделайте это. Сбудется непременно. Фонтаны заледеневшие сейчас все. Ну ладно. Козероги, день на работе пролетит очень быстро, подарив вам самоудовлетворение. Хорошо бы подумать об отдыхе, ведь именно сегодня вы можете почувствовать, каких эмоций вам не хватает, и где их можно получить. Сегодня водолеи могут смело идти к своему начальнику с любыми предложениями. Он вас выслушает, поймет и поддержит. Возможно, новые знакомства. Ну и в завершении прогноз для рыб. Если хотите шагать в ногу со временем, учитесь действовать оперативно и принимать происходящее вокруг изменения безоговорочно. Отказавшись сделать это добровольно, вы можете оказаться на обочине жизни. С гороскопом на сегодня все. Ну вот, что будет интересного завтра в нашей программе, сейчас увидите. Особо важен и необходим. Кому показан и как принимать витамин D. Очередной рецепт в кулинарную копилку. Как приготовить хрустящие картофельные шарики из пюре. Мужская рубашка в женском гардеробе. Как носить и с чем сочетать. Самые интересные сюжеты, интервью и так далее. Все это вы можете найти, во-первых, на нашем сайте tnv.ru, повторы программ. Ну а на канале в YouTube ТНВ есть выжимка, собственно, самого сока из наших программ. Ну конечно, пообщаться с нами можно на нашей странице ВКонтакте. Да, группа ВКонтакте, так и называется, утренняя программа «Здравствуйте». Каждый будний день 8-10 на ТНВ программы «Здравствуйте». Мы рады насыщать вас полезной информацией. Ну а завтра 8-10, как всегда, в это же время, на том же месте, будем с вами мы, Влад Портнов, Светлана Звонарева. А сегодня легкого вам понедельника. Хорошего дня. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова